Пацаны, пацаны, а вы из Кингисепа тачку на айфон меняете? Да. В общем, сегодня события стихийно развивались, даже не успели поснимать на выставке. Сейчас мы подъезжаем к ребятам, у них секретный гараж по Фордам, секретный гараж в пригороде Берлина. И вот они изъявили желание нашу печальку приобрести. Агент Казах вон уже там. Вот, сорта гряди, ребята. Сейчас посмотрим, что как и куда. Ну, формально мы практически уже обо всей этой истории договорились. Печалька приехала. Мы видим ее в последний раз. Друзья, ну и перед тем, как вы посмотрите последнюю серию печальки, я хочу обратиться к жителям не только России, но и Германии. Сервис автоспот.ру Там собраны лучшие предложения от официальных дилеров России, крупных городов-миллионников Москвы и Санкт-Петербурга. То есть вам нет необходимости больше бегать по автосалонам и выбивать себе скидку. Все это собрано в одном месте. Вы просто выбираете автомобиль, который вам нравится, заходите, приезжаете и покупаете с максимальной скидкой. Более того, на сервисе автоспот.ру собраны только лучшие официальные дилеры, потому что некачественные дилеры автоматически из сервиса выбывают. Потому что вы сами ставите им оценки и можете посмотреть, как оценивают другие пользователи того или иного дилера. Заходите, все ссылки в описании. Супа! Супа! Здравствуйте! 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 Что это, господи, Кадиллак? Да, электро или Бьюик. Бьюик, да. Причем он еще на калифорнийских номерах и в планах довести печальку до коллекционного состояния. И этот наш автомобиль будет участвовать в лучших выставках вообще Берлина и Европы. Мне кажется, это достойное завершение проекта. Я тоже думаю, что в достойной руке отдаем проект. Да, интересно, вот откуда взялся этот Таунус? Он такой чувствует, что, не знаю, все время стоял в болоте в каком-то, весь зеленый, призеленый. Вообще, какая его история? Я спросил, где он был Таунус? Он выглядит, как будто бы он стоял в мост. Или в зону, или что? Это случается, когда он просто три года стоял. А, просто на улице, или что? Нет, на улице, он стоял на улице. А, и он просто три года стоял под деревом. И все. Ну, я хочу сказать, что деревья какие-то очень хорошие, потому что, несмотря ни на что, он как-то не очень-то изгнил такой. Да. Ну, он по кузову нормальный. А какого он года? Весел Бао РСС. Тут мы с своей авцией занимаемся. 82-й. 82-й? Самый лучший год. Самый лучший год, да. Там, я смотрю, тоже что-то, какой-то ретро стоит. Он, где РСССР? Форт Граната. Форт Граната. А, то есть там совсем старый? Да. То есть, даже еще вот до этого. Да, РСССР. А, самая самая первая серия Граната. А сколько у них в среднем времени уходит на восстановление автомобиля? Какая-то время уходит для этого? У нас в России точно такая же история, да? В России есть такая же история, да? Да, он говорит, нужны, во-первых, денюжки, запчасти хорошие. И это все. И это все. И это все. Варить, красить, сиденья новые ставить. Ну, это понятно, да. Работы хватает. Да, да, да. А можно историю, историю вот этого замечательного американского автомобиля? Есть какая-то небольшая история о этом автомобиле? Да, да. Я не могу сказать, что он был здесь. И мой парень из Америки увидел. А, да. Он говорит, что я сильно много ничего не могу сказать, так как эта машина принадлежит его другу. Друг просто по объявлению нашел ее в Калифорнии, там погрузили. Да, не направлено, на корабль. На корабль и привезли сюда. Окей. И в ближайшее время они начнутся, или начнут ее заниматься. А сколько денег, если не секрет, как бы автомобиль стоил там? Он, у вас, у вас, у вас, у них какая-то тренировка? Думаю, да он? Вот. Обалдеть. Он говорит, я точно не знаю, но что-то в районе трех или четырех тысяч евро. Три или четыре, кстати говоря. Да. Ну, там в долларах, ну, примерно, да, окей. Да. Круто. Очень даже. Вообще круто-круто. Очень достойная тачка. Здесь еще Форды. Еще Форды. А, это Форд Гранада, но? Это старый-старый-старый. Ага. 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 Ну, вообще-то, это другая версия. То есть, она называется Канзу. Или Конзу. Сиера. Сиера. Ага. Сиера тут у ребят стоит, да, неплохо. И куча-куча всяких запчастей. Да, это получается реально секретный гараж в Берлине и печалька остается здесь. Здесь огромное количество частей, значит, там двери, мосты, передние балки, моторы. Здесь есть жук, да? Это жук? Это жук? Это жук. Да, это жук. Жук, опять же, да. Всевозможные диски, бампера. Кухня, спальня. Скажи, у них был опыт работы с российскими автомобилями? Ага. 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 У дедушки был 21-05, а у отца застава. Ага, окей. Да. Но это его первые русские автомобили. Давай я ему расскажу секретные вещи, которые вот здесь на печальке установлены. Ему будет очень интересно. Давай. Я хочу тебе дать такую небольшую сторону, про все эти инбайк, и все, что они были изменены. И все, что вы могли бы сказать. Ну начнём с первого. Во-первых, здесь установлена сзади пневмоподвеска. А, что ты, наверное, не знал, но здесь они построили пневмоподвеску. Это значит, что есть в воздухе. Ты можешь это здесь самостоятельно подвесить. Хорошо, пневматик. Да, в пружинах, соответственно, вмонтированы пневмобаллоны. А накачивать их можно вот здесь вот. Вот здесь вот шланг от обычного автомобильного компрессора. Да, да. И автомобиль поднимается. То есть, если большая загрузка, там много груза или пассажиров накачивается и поднимается и не цепляет арки. Также у нас как бы в России очень круто иметь разварки. Вот они карбоновые. Они сделаны на заказ. То есть, можно сказать. Это нормальные цели, которые ноут еще немного вверх, чтобы они немного шире. И они еще вверх. Ага, окей. И более того, значит, у нас это считается молодежно, пантово и очень много людей ездит на таких колесах. Ага. В основном занимается ремонтом выхлопных систем и установкой катализаторов и выхлопных систем на заказ. То есть, в Питере это очень крутая компания. И это все было сделано в том, что это было сделано в Петербурге, которая занимается в основном, как из-за производителя, катализаторы и что-то, 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 что-то в Петербурге. Помимо прочего, здесь вот Котофей, который, так сказать, сыт на BMW, здесь, конечно, написано уже на немецком, но у нас есть персонаж Котофей, который сыт только на колеса BMW, потому что он метит территорию, любит эти машины, как любой кот, который живет в доме. Итак, они имеют еще один пыль стиль, который называют карточки, и потому что он любит BMW, он очень любит маркировать фельдами, как и в любом доме. Ага, хорошо. Следующий. Так, чтобы было видно, у нас тут есть студийный свет, и вот эту историю тоже нам прислали ребята, которые занимаются изготовлением этих ручек. Это сделано в СССР, и, значит, ручкой год выпуска автомобилей. Ага, класс. Да, значит, тахометр не работает, но есть пневматическая дудка. И очень много, значит, всяких лайфхаков. То есть автомобиль достаточно добрый, в принципе, по низам он крепкий. То есть есть с чем работать. Да? Да? Такая вот техника. Так что, друзья, желаем вам удачи. Поверьте мне, в России очень многие люди этот автомобиль ждут и любят. И дай Бог, чтобы у вас все получилось. Печалька остается в Германии и будет участвовать в лучших выставках, которые только бывают в Европе. Я думаю, это достойное завершение жизни автомобиля. Это, знаешь, агент Косак? Представь себе такую ситуацию. Это вот человек, который, когда выходит на пенсию, попадает в другой мир. Рай. Рай, да. Потому что в России, когда мы поменяли ее на айфон, она была настолько близка к шроту, буквально еще день-два, и она бы отправилась на металлолом. Нет, здесь она в надежных руках. Да. Однозначно. Да, да. Так что печалька остается в Германии. Теперь ты немка. Да? Данке. Расслаб. Хорошо. Не, ну футболочка Анна Александровна прижилась. В автосфере будет очень хорошо. Это вот как раз все то, что ты о нас думаешь. Практически. Да, да, да. Подойдите, я телефончик заберу тебе сейчас. А, дам, пожалуйста. Пожалуйста. Регановские кадры. Забрала телефон? Да. А, кстати, агент Казах. Что? Мысль. Тебе подарок из гаража Тулс. Я думаю, Анна Александровна. Да, да? Да ладно. Ему-то конечно. Мне-то конечно. Сейчас, сейчас, сейчас. А, ты слышал, да? Да. Агент Казах, тебе отечественный инструмент. Благодарочка. Анна Александровна. Хлеб да соль. Я просто не представляю, правда, как ты будешь инструментом гаража Тулс, стоя перед домом, знаешь, в Германии чинить Ауди. Да, да, да. Нормально. Хотя мы уже определились, что Данкрат это говно. Однозначно, видишь? Все, все. Все. А, надо, кстати, пацанам еще. Знаешь, что? Да, конечно. Отечественный Данкрат. Российский. Так. They're good, they're good, they're good. Да, да, да. Этим инструментом мы очень много работали. Very good, very good. Да. По-прежнему руль оригинальный. Оригинальный? Ух. На всю эту историю. На всю эту историю. На всю эту историю. Ну что? Друзья мои. Спасибо. Как бы это парадоксально не звучало, но давайте прощаться. Не хочется. Да, ну что делать? Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя, другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло. Конечно, ужасно, нелепо, бессмысленно, ах, как бы начало вернуть. Начало вернуть невозможно, немыслимо, и даже не думай, забудь. ПЕСНЯ Займёмся обедом, займёмся морями, Законим заботами быть. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну так я ж не знал Вот мы решили, думаем, раз мы ее там не поймали Ну что, прискочим сюда, поймаем ее здесь Ну, пролетели Погодите, ребята, вы откуда? Мы с Миндена Это возле Ганнолера Офигеть Минда, наверное, не имеют Михалыч, ты начинаешь в автосфере чинить немцев? Мы их давно чинили Это, скажем, чистокровный Чистокровный немец Ну что, российские реалии машинки чуть не пережила Чуть 2000 километров и подушка мотора разлетелась Хлам BMW А, кстати, слушай, в Германии таких еще нет Держи подарок Ты будешь первым Ребята, спасибо Это полюбас надо повесить Огромное спасибо, ребят Да, ну это уникальная встреча Это почетное место Надо будет на зеркало повесить, чтобы там висело Офигеть Мы буквально вот час-полтора с Германией И тут и стоят люди Вот так вот Я бы вас в аэропорту встретил, если бы сказали бы Слушай, ну, понимаешь Это было секретно Да, да Ну это как всегда Все по секрету Это была очень секретная операция Но печалька осталась в Германии Она попала в хорошие руки Теперь немцы к нам приезжают Вообще обалдеть Да, полторавка? Да Да, хорошо Не, круто, круто Вот так вот И как вам в Германии это понравилось? В Германии хорошо Хорошо Но дома лучше Я По чем взяли-то? Алексей Михайлович Не так важно, по чем взяли Хотя взяли хорошо Печалька сейчас В надежных руках У корче-строителей Мастерской Форд Они из нее будут делать Немецкую печальку Конфетку Но это не так важно Важно, друзья, другое Почему на протяжении всего нашего сериала Никто не задал себе один простой вопрос Почему? Вернее, зачем Немцы нас пригласили На фест Лучший фест В Германии На печальке Есть какие-нибудь предположения? А еще Я тебе отвечу Букмейкеры После того, как После того, как нам пришло приглашение Я месяца два жевал себе мозг Как, зачем и почему А потом все срослось Ты представляешь, какие немцы у своих букмейкеров сделали ставки? Доедет печалька? Или нет? На разварках С босудзокой Что в принципе незаконно На территории Германии И поучаствует ли она В лучшем фестивале? Как вам такое замысл? Да это прям серьезно Сложно Четко Грамотно Да Нравится? Очень нравится И вот сейчас, Тарас Сергеевич Да Несколько минут назад пришло вот такое вот сообщение Это все супер В четырех дней Я получу meinen побед Так, все Этого будет вполне достаточно Те, кто знает немецкий Напишите, друзья, что это значит Но вообще, на самом деле Печалька Как проект Является состоявшимся Из хорошего Она теперь действительно в замечательных руках И будет участвовать в лучших фестивалях Европы И самое важное Вот этим проектом Мы дали возможность Понять всем ребятам Которые нас смотрят Что Не надо Ни в коем случае Ничего бояться Даже Если у вас нет денег Мы поменяли этот маленький желтенький автомобиль На iPhone 4S И доехали на нем До Германии С бюджетом 10 тысяч рублей в год Это Финальная серия И мне кажется Это, пожалуй Лучший проект Который мы сделали Этим Летом Печалька Живи Подписывайтесь на канал, друзья Ставьте лайки Никогда ничего не бойтесь Дерзайте Творите Главное Не нарушайте законы Как нашей страны Так и других стран Всем мира, добра, удачи Пока До новых встреч Пацаны Пацаны А вы из Кингисе По тачку на iPhone меняете Да До новых встреч Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok